Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну а что субтитры сделал DimaTorzok Да даже�� Торзок Вот наверно размазано П tragenся подчищbelt Делаем все это на весу и сейчас наверное я положу руку повсеместно я хорошенечко все это прикрепляю, надо лучше держать в руке, капелюшечку увеличим, чтобы было хорошо здесь. Лучше конечно расслабить руку, у нас отключили свет, поэтому очередной раз уже когда я начинаю работать, вот эти у нас отключают свет, поэтому сейчас я хочу зажить свечку, эту свечку одела своими руками, училась где-то в интернете, даже не знаю как она будет гореть, такая свечка в виде пирамидки, она будет у меня тут гореть в сторонке, там кусочки кофе в этой свече, пока не пахнет ничем, пока не чувствую, опс, вот так, просто чтобы было тепло и уютно, больше ничего. Так, промазываем дальше. Так, теперь надо как-то повернуть руку, аккуратно. навозюкать здесь осталось немного. Так как у меня в данный момент, в последнее время, нет уроков, то я, естественно, обычно на моделях делала татушки, а сейчас я просто делаю их на себе, потому что нет моделей, не всегда на клиенте удобно мне снимать, клиенты это клиенты, поэтому то, что я делаю, это сама я все делаю тут. Так, тут красное все равно буду насыпать. Вроде все нормально здесь. Так, что делаем дальше? Закрываем клей. Клей резиновый засохнет, потом будет такой текучий, тянучий. Резина сплошная будет. Так, что мы делаем? Тихонечко снимаем. Тянутся волоски, которые у меня тут, ну, пушинки какие-то, но они есть. Ну да, так себе, конечно. Так, и здесь. Ну да, сейчас я посыплю, потом уже, наверное, беру лишнее. Все-таки я буду черный делать. Не хочется у меня никакой другой цвет. Черный красный. Черный, лично не черный. У меня здесь черный литр, большие банки, и просто я его не пересыпала. Как есть, так есть. Намахивающими движениями. Да, на кисточку много набралось блестков в литр. Там аккуратно. Только на черный. Приходится поворачивать как-то руку к каким-то макарам. Так. Очень аккуратно. Такая ювелирная работа, я бы сказала. Ух-х-х. Тыкинь сказать я не запачкала. Как же мне сюда подобраться. Ух-ты, как свеча печет. Ух ты! Уютно, конечно, тепло. Она обжигает прям. Не просто аксессуар. Конечно, да. Так, теперь мне нужен красный. Глидеры должны быть очень тонкие. Тут я маленько намазала черного. Чтобы неаккуратно чуть-чуть. Тут где-то не прокрасила как следует красный. Потому что толщина трафарета тоже все-таки имеет место быть. Не получается всегда идеально сделать. Да, и получилось. Красный. А что если мы сделаем? Добавим каплю красного. Там, где должно быть красное. Каплю красного клея. И еще раз пройдемся. Красным клеем. Навозюгала сверху. Так, вот и все. Такое пламя прям. И горит, прям горит. Это я и делала сама. Она тут слоями такими. Вот эту формочку я делала. Ой. Она такая получилась прикольная. Прям в огнутой штуке. Это была какая-то коробочка из-под чего-то. Я ее сама сделала. Сложила. Не помню как, короче. Это все самодельная коробка. Как коробка, так свеча. Там он фитиль снизу. Вон он. Ой. И тут я подкрашивала его разными слоями какао. И там крупинки есть. Что-то тоже. Не какао, а кофе. Крупинки кофе. Когда-то я собиралась на чемпионат. И делала себе нефертити. Такой дизайн. Дизайн для моделей. Для... Я шила, я там лепила. Чтобы украсить свое место рабочее. Я даже свечу сделала в виде пирамиды. У меня много всего там поделок. Я так не поехала на чемпионат. Потому что я решила, что я и так умная. Я все могу. Я сама себе мастер. Поэтому. Теперь придется здесь убрать. Таким образом я буду это делать. Я буду смотреть так же на рисунок. И... По рисунку я вижу, что я здесь налепила. Я буду его аккуратно убирать лишние детали. Вот такой у меня должен быть цветочек. Вот. Ох ты. Отражается свеча. Отражается свеча моя. Так. И здесь, значит, мы убираем все вот это лишнее. Вот. Тут уже моделируем сами эту форму. Как она должна быть. Даже не идеально так, как она должна быть. Но хотя бы она должна как-то... Так, так, так. Что здесь достаточно всего? Ну, я не знаю, насколько это красиво. Здесь у меня ничего не то. А здесь у меня есть краска. Ну, я не думаю, что это портит. В принципе, симпатично. Просто чуть-чуть назад я его залепила. Ну, так. Буду работать, что-нибудь делать. И вот так у меня будет выглядывать чуть-чуть рисунок. Дело в том, что хорошо, что это все когда-нибудь смотрится. Это не навсегда. Поэтому все нормально. Хочу рассказать вам про шоколад, который я купила. В двух словах. Этот шоколад написано 97,7% горький. Я очень люблю горький шоколад. Он твердый, его погрызть можно. Но дело в том, что это чересчур горький шоколад. Я сама не ожидала. Что самое интересное, он был в упаковочке. Еще запечатан. Я его открыла и не смогла. Я думала, на восьмом батаке ему это подарить из близких. Из близких моих. Вот такой вот внутри. Так. Что здесь написано? Вот такие коробочки конфет. Дело в том, что он просто горечь одна. И больше ничего здесь нет. Он очень-очень твердый. Разгрызть его нереально. Нет, можно, конечно. Я берегу свои зубы. Но я вот подумала, что мою сахарную пасту, допустим, можно было бы смешать с этим шоколадом. Сделать какие-нибудь посыпушки или что-то такое интересное. Я не знаю, короче, я еще думаю. Но дело в том, что сладости здесь нет. Может быть, здесь есть сахар? Но его невозможно так скушать. Его надо обязательно запивать. Поэтому я думаю, ну хорошо, что я не подарила тем, кому хотела подарить. Потому что все-таки это слишком горько. Хотя мама сказала, да-да-да, я такой буду, я люблю горький. Мне как раз подойдет он. Мне нельзя сильно сладкое. Но она еще не пробовала просто его. Это просто какао-бобы. Видимо, молодые в форму приданной. Ну вот сколько их получается здесь? 12 штук было. Одну я съела, дала сыну попробовать и маме. Но мне очень понравился дизайн. Очень необычный. В коробочках таких прям очень понравился. И шоколад, если бы он еще был сладкий, было бы просто замечательно. В общем, 97,7 это, короче, слишком много. Значит, надо где-то... Я покупала, по-моему, 80% или 75% шоколада. Он хотя бы был сладкий. Но это нереально горький. Но, возможно, кому-то он очень понравится. Поэтому я рекомендую. Просто процентовка была бы чуть меньше. Красиво, прикольно, нарядно. Очень для подарка замечательно. И я бы была рада, если бы мне такой подарили подарок. Ну это так. До кучи. Всем удачи!